Максим Яковлев присоединяется к нашему эфиру, заведующий кафедрой международных отношений и директор школы политической аналитики Киево-Могилянской академии. Максим, приветствуем вас. Добрый вечер. Да, вот, ну, будем откровенны, не первое предложение, уже адресованное оккупантом, россиянам, по освобождению тех людей, которые находятся в Мариуполе. То, что сейчас мы слышим, это освобождение из плена военных Российской Федерации. То, что мы слышали до этого напрямую и видели воочию, это слова Виктора Медведчука. Он тоже предлагал обменять себя на защитников и на жителей Мариуполя, как он сам об этом сказал, именно вот в этой терминологии. Стоит ожидать какой-либо вообще реакции из Кремля? Посмотрим, потому что, мне кажется, вот это цирковые преступления, господи, преступления, я по Фрейду сейчас оговорился, цирковые выступления Оксаны Марченко в платках обращения к Эрдогану, кому она там, кто у нее там в списке тех, кому она обращается, показывает о том, что ситуация, наверное, Медведчука все-таки плачевная. Я думаю, он долго, долго, очень работал на то, чтобы объяснять в России на внутренний рынок, и в том числе на украинский. На украинский это отдельная тема, сейчас хочу поговорить об России, в которой убеждал тамошнее, так сказать, окружение Путина и Путина самого, что тут в Украине, все, извиняюсь, на мази, придем все там и встречаем то, что мы обсудили. Ну, простите, ценность Медведчука нам нужна именно внутри Украины в том, чтобы узнать, кто сотрудничал, как, кто, ну, на самом деле, многие вещи лежат на поверхности. У нас же все-таки ПЗЖ была такая фракция в парламенте, много политиков откровенно просто гнули пророссийскую линию, которая подготавливала к этой войне на самом деле, и нужно понести ответственность. На кого можно обвинять? Опять, простите, оговорка, да, под вечер. Все-таки на кого можно обвинять? Я убежден, что жизнь, здоровье рядового украинского военного, который защищает свою родину, нас с вами, в разы больше, чем товарища Медведчука. Вот если так, может. При всем, как бы, понимании и уважении к политику, ко всему, что происходит, но вот как будет произведен обмен, будет ли он произведен? Ну, давайте в этом отношении я все-таки буду доверять нашему правительству. Посмотрим, какие будут предложения с той стороны, условно, да, за поребрика, что будет у нас. Ну, вот, мое видение где-то такое. Я считаю, что наши люди куда ценнее товарища Медведчука. Это действительно так, но мы видим, что Российская Федерация, она, я хотела сказать, далеко не всегда придерживается своих обещаний, но так получается, что никогда не придерживается своих обещаний. Насколько мы можем верить в безопасность вот этих гуманитарных коридоров? И если нет, то, возможно, нам стоит подкрепить эти гуманитарные коридоры поддержкой других стран. Вот, например, в НАТО предлагают. Виктория Нуланд, зам госсекретаря США, сообщила следующее, что НАТО может принять участие в безопасной эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Вы знаете, по первой части вашего вопроса. Верить нельзя. Согласен. Я не знаю, даже что-то обсуждать. Тут действительно верить невозможно. Мы как-то, по-моему, даже с вашего телеканала в эфире обсуждали вопрос, предложенный Турцией, да, с такими кораблями возможность эвакуировать, был отказ. Мы понимаем, что безопасность, долгосрочная перспектива не только для гуманитарных коридоров, но и для Украины в целом, это наша обороноспособность, возможность защищать украинцев именно военной силой. Ну, мне очень сложно рассуждать действительно вот сейчас о гуманитарных коридорах, потому что Россия может сорвать любой момент, опять жесточайшим образом убить украинцев. Тут я не вижу какого-то выхода из ситуации, если честно. Субтитры сделал DimaTorzok